Впереди рыбак-авоз. Это кличка его такая, авоз. А так вообще рыбак-человек. О, прет как, а? Не так водит. 40 на спидометре. Топит, ничего себе. Я не слышно. Раз, два, три, четыре, пять. И что, я шестой? Блин, как-то надо посчитать детей за двоих, я буду пятым. Всем привет, привет. Вот моя рука, удлинитель руки. И сегодня Евгений, Евгений завез нас, завел, или как сказать, завез на рыбаковозе в Кременские леса. Тут, говорит, сокровища, видимо, невидимо. Просто копнешь и сокровища на каждом углу. Поэтому, я думаю, с этой штукой мы сейчас как минимум три сундука золота выкопаем. Поэтому Татьяна взяла с собой стул, будет сидеть и режиссировать оттуда, а еще рулить. Это правильно. Ну, настраиваемся на лучшее. Евгений радуется. Первая пивная крышка в твоей жизни. Это, конечно, да, хорошо. Может, этой крышке 800 лет. Что, копать сразу копано? Да нет. Если есть следы чьего-то копа, и там что-то звучит, то явно там нам оставили... Не забрать, чтобы она больше не звенела. Сволочь, что-то. Блин, надо было с собой капсулу брать. Вот это мысль здравая. Оставить приветствие следующему копателю. Ну, в следующий раз так и сделаем. Металлических капсул накоплю. В фольгу буду заворачивать записки и растыкивать по всему лесу. А у нас сигнал такой, да, как будто золото. Подожди, подожди. Вот оно и было. А в кучке нема. Смотри, может, там в фольгу завернуто золото. Бывает же такое. Сто процентов загнившая пачка сигаретная. И опять какая-то ерунгень. На пятидесятой лопате Евгению сто процентов надоест. Это копание. Не надоест. Это тебе не рыбалка. Поводи надо этим самым. Че, блин, ржавчина бывает бьется, как что-то необычное. Да? Ну, интересно. Делаешь себе кулончик. Канал рыбака. И канал. Дениса Ведерникова. Домком. Рубидрайв. Все объединилось в одном едином порыве. В Кременском лесу, друзья. Какой классный лес. Какой кайф. Отдых. Воздух. Иголки. И красные мухи. Тут показывает, что было золото. Его уже нашли. Есть шабашка. Надо вырыть ямку. Верить. Берить. Еголки. Еголки. Берить. Сейчас золотое кольцо найдешь. Не иначе как. Да? Уже припрятал куда-то в карман. скажи увлекательно сам процесс в детстве до в детстве прятали кусочек магнита и искали с помощью гиркона было интересно а теперь вот она все так преобразилась можно найти какое-то сокровище что-то там шишка золотая наверное золотая сигаретная фольга как же хочется какой-то лес попасть в который нога человека не ступала еще вообще ни разу ну разве что там лет 300 назад закапывали когда золотишко своем а так чтобы больше никто не был и вот этих вот сигаретных фольг водочных крышек и прочей шушь не находилась посмотрим вот почему дома кусочек золота пробуешь он тоже так 18 20 и вот это вот фольга тоже с такими же цифрами звонится ай-яй-яй-яй а также хочется пробует себя в кладоискательстве забросит потом свои удочки нафиг приобретет аппарат и будет вот так вот бродить по лесам тебе не на месте сидеть ну вы знаете и кусаются не может даже не выкопано еще копаю вот сюда вот перекидывать на пустое место что-то еще есть кидают сюда а он гильзы выкопали ты понял это моя первая гильза гильзон то не мы находили покрупнее это наверное какая-то военная мне кажется современную нации современная это наша уже 14-х годов типа кто его знает что это гильзонище я не особо силен в оружии поздравляю на шею повесишь ямку закопали ну хоть что-то уже не на сухую так сказать приятно немножечко было бы приятнее найти монетку ну вот уже что-то пищит новое только начали впереди вся ночь надо растоптать можно взять пин-поинтер ну так вот интереснее руками поводил поводил как игрок да политичка а может там фольга и золотая монета была достал дальше та же самая профессиональная лопата это кстати лучшая лопата я перепробовал до всевозможные лопаты и только это выдерживает все полеты падение короче рекомендую всем лопата огородной обычно л о евгений капнул а я уже наметанным глазом вижу евгений видит еще одна гильза уже ппш какого-то думаешь это современное или еще я не знаю тут надписи есть что они гласят вторая вторая гильза ну конечно круто для кременской лес сюрпризами богат просто лес большой а сюрпризов не так уж и много и поэтому на вот этой вот огромной площади они так растворены там сюрпризик там и обходить надо много но мы настойчиво ищем вот еще сигнальчик евгений не успел докурить копает без устали говорит буду копать всю ночь смотрим отламывай так 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 интереснее интересного под чего хоть советское еще сырок какой-то сырок советский социалистический партизаны ели сыр закапывали вот здесь вот это точно сейчас тут выкопают или перстень или цепуру такую с палец толщиной вот тут смотри или фольги кусочек фольга на иногда тоже ценно каждый наркоман знает скорее то вот сверху твое сокровище золотая фольга скажи увлекательно сколько мусора я при помощи прибора за несколько тысяч еще не находил стоит да купить прибор потратить на него тысяч тридцать чтоб вот так вот находить водочные пробки фольгу какую-нибудь и прочую ерунду да уже все везде объездили где-то там все не зря вот что это тут может в ладошке так пищать корень а проволока тю блин ну зато цветмет на металлоприем если так собирать по чуть-чуть то можно насобирать бензин давай ее на дерево повесим на самый верх что там лопата уткнулась наконец-то в крышку то уберешь лопату лопата уткнулась в крышку сундука да он на поверхности лежит видишь корешок корешок нашел корешок я видел в одном видео как человеку так вот под корнем нашел целый горшок зова мотивирует ты копал все корни откуснул напухло меня тоже откуснул уже кровоточит выкопан очередной сюрприз что там где там я но да и еще одна развернутая гильза прикольно не монетки так гильзы хоть можно найти действительно криминской лес отстрелянный судя по тому что все гильзовые находки у нас над этой дорогой а не в лесу там гильзы свежие 14 года у нас тут как стреляка была стопудово с 14 надо осторожно копать как бы не выкопать чего-нибудь такого сюрприза какого-то кусок железа такой железный кусок железа что это может быть сплав плотный такой да ну да может что-то взорвалось и осколок от этого взорвавшегося в этих лесах только такое может быть тебе в коллекцию думали Евгений кабель тянет он корень выкопал опять вот блин о вот гад такой погрызли всего уже эй принимайте находки а то уже в карманы не помещаются смотри целая жменя всякого хлама да а как же два баллончиком обшикались теперь никакой овот не страшен пинпоинтер с собой теперь сейчас поиски начнутся ты чётче стал да чётче чётче а бывает вот так вот копаешь ямку а потом сигнал куда-то в сторону уходит начинаешь искать в стороне кажется будто этот металл уползает блин это хлам какой-то ржавый но найти хочется ха-ха-ха-ха найдена находочка да банка она запищала что хлам на ржавый хлам умная штука знает что сообщает мы советский даже плавленый сурок находили это вам не гильзы копать вот вот ещё точно такой же хлам будет сейчас кашу варили блин надо уходить с поляны да давай не копать на поляне пошли отсюда ну на поляне где не ткнись везде где вот такой сигнал ржавчина слава банку кушонка открывали а там как от кушонки как раз может даже советские солдаты кушали советские солдаты тут мог кто-то на поляне квасить и золото потерять перстенек упал допустим и закопался в землю и вот опять как будто золото сюда сразу нашли сигнальчик где и нашли место пустое куда можно выкопать вот она золотая монета пяткой 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 пинпоинтер может врать а где-то тут вот вот она вот так вот снова что-то есть и снова без устали вот вот тебе и первый доход десюлик золотой золотой а тут еще что-то есть а то ж не он то он в стороне лежал а это это называется водочный динарий красиво выглядит весь блестящий терпение лопнуло уходим с поляны уходим все идем чаще лесную непроходимую да скажи чудо баллончик вообще не кусают теперь никто даже собаки не кусают блин даже такую мелкую годню и то видит зараза ну что делать приходится копать копать емище копаем копаем что там что там что там что там а 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 е-мое что это какая-то ерунда венка от шампанского ленточка или от водочной пробки понятно как красиво солнышко потихонечку садится офигенно кременской лес это один из наимощнейших один из наилучейших крепчейших и зеленейших да заповедник реально интересно твердый грунт может я лучше отойду из-за дерева буду снимать евгений хоть у нас один но я тоже один так копай был сигнал выкопали и не стало как же так что упала куда-то в сторону здесь нигде здесь нет теперь пришлось целый корень выкопать потому что под ним что-то было и не стало очень странно это мы в пинпоинтерный рука звонится на пробуй из этого до крышка шишка да пойдем очередная претензия на находку возможно тут нет да гений с новым азартом машет машет руками перед антенной надежда найти хоть что-то ничего нет да вот он этот плодородный кусок земли и наконец-то и наконец-то и наконец-то метод дробления помогает не томи здесь точно стоял царский дом курильщика мальбора ямки ямки очень много ямок кругом очень много здесь перекопано уже мест вот везде где какой-то звон а можно есть бугорок тут даже оставили крышечку сверху водочную спасибо что не закопали опять какой-то говеный непонятный сигнал который говорит копать не надо но мы все равно выкопаем так вот сюда конечно надо копать все красивые полукрасивые сигналы вот это она идем дальше там евгений он заметил болото и говорит возможно мы там сейчас русалку копнем хотя бы нижнюю часть нижнюю часть верхняя нужно там снизу хвост вот еще лес богат на сигналы слушай действительно тут мусорная куча это хламовый сигнал идем через свалку вообще просто в руках пищите унесу он подряд пищит потому что кто фольга то он курицу гриль кто-то ел крышки банки чё такая нету приндец лес замусорен а все равно попадается красивый сигнал и сразу хочется копнуть сюда под ногами что-то в мешок закопан тюбик какой-то нашелся ну ты роешь ничуть копатель да да где-то здесь этой лопаты сразу пополам рубанит меньше сразу нашел водочный динарий если бы у нас принимали водочные динарии уже обогатились у нас новое место хочется в реальном времени что-то найти мы в принципе находим мы находим это все такое одеяние чью-то такая вот ленточная фольга наконец-то что-то найдем стоящие три гильзы это уже находка опять пробка водочная алкаши могут же за собой пробки эти доедать встретили муравьев таких с фаланг размером камера блин наверное не передаст его размер на ноготь залезет и ноготь откусит пиццу то их тропа тут бегает уважаемые пьющие граждане забирайте пожалуйста за собой пробки свои водочные пивные пивные баночки тоже желательно либо оставляйте на поверхности либо забирайте с собой ну не в макату уже так и пиканье выкапывать трендец в карман очередная претензия на находку в глубинах нет и что же это такое как осколок рельефный как осколок как осколок своей 150 яме евгений понял все это дело неблагодарная или нормальная силы есть огонь идем дальше надо евгения брать в свой огород интересно можно сунуть там 10 десюликов в огород и человек перекопает ради этой гривны представляете да вот лайфхак как так если на нет человека перекопать огород это выйдет гораздо дороже чем насыпать туда просто мелочи и отправить человека с металлоискателем смотри сигнал золото и он копает лайфхак работает классно когда копнул а сигнальчик оказывается где-то глубже захочется копать дальше потому что это может быть и не водочная крышка действительно что-то полезное полезно бесполезное надо расширяться интересно интереснее на такой глубине и такой кусочек фольги современный были чем современный шампанского закопали обратно вас такое развлечение среди копателей одни выкапывают другие закапывают то есть выкапывают и закапывают одно и то же блины ходим по кругу получается все женька в следующий раз готовим капсулы специальные закопать запоминайте ямку как река дает рыбу пока ты дедушки донцу не нальешь 5 капель с лодки он тебя не даст понятно я не освоил копательное дело теперь копает с четырех сторон ну так классно выкапывается из арбуза туда сердцевиночку раз и уйнул лишь опять нема не там не там куда ты делал сигнал было до спу его фольга фольга нет это такое непонятное вещество золото ну на зуб попробуй а лес вокруг звучит он отклики транспорта вот эти звуки птичек каких-то автомобиля этого стоящего он стоит а все равно звучит какой охренительный без скрипись там по моему один паренек по судя потому что тут копано будут выкопаем то же самое что это действительно череда ямок или кто-то так интенсивно копал это крот тут копался это металлическая в ямке есть тут нет все это непонятно природа этих ямок зачем их так много слышишь а там вот палатка стоит какая-то да тут могли быть какие-нибудь растяжки то есть и там сидела дежурная группа например ну скажем бомжей да а тут были бомжатские такие растяжки осторожнее надо в этих листах ходить на самом деле это можно блин масса грязных сигналов очень много крышечек пробочек вообще тут явно бухали у тех кто в той палатке сидели я представляю там возле палатки то есть сколько всего творится идем дальше отсюда ах как красив закат в лесу глянь как он на деревьях играет блин как я люблю нашу природу наши криминские леса я никогда в жизни отсюда не перееду наверное потому что здесь офигительно людей мало мы никуда не переедем у нас денег на билет не хватает но тут классно короче фигня все эти раскопки забрасываем это дело я лопата евгений даже раскопки все забрал все понятно будем прокачиваться ты чем его заправляешь дёхтем ух-х-х ух-х 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 чад какой поехали отсюда не растается он наказан ну в общем сегодняшние раскопки можно считать более-менее удачными. Ну, как удачными? Три гильзы, ни одной монеты, ни одного золотишка. Зато сколько здоровья, сколько эмоций. Кременской лес. Блин, офигеть. Мы сюда обязательно вернемся. И не ради раскопок, а ради вот этой природы. Так же? А там лошадиная ферма. А там лошадиная ферма впереди. Мы, может быть, ее тоже как-то посетим. Но это будет уже следующая история. Ладно. Вам пока. Подписывайтесь обязательно, кто там не подписался еще. А то стыдно смотреть и не быть подписанным. Домики-то красивые. Да. Ставьте лайки. Или что там вы там ставите. Ставьте лайки. До новых встреч. Буксуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok